Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Ольга Уралочка Лайв. Слушайте, ну посмотрела я ее ролик «Поминальный обед. Подготовка к поминальному обеду» и сказать, что я в шоке, это вообще ничего не сказать. Потому что, вы знаете, вот если бы я не знала, что они готовятся к поминкам, к поминальному обеду, готовятся, значит, на 40 дней, я бы подумала, ну глядя на то, как вела себя Уралочка, глядя на то, как вел себя Сафар, я бы подумала, что завтра у них предстоит какой-нибудь веселый сабантуй, где соберутся гости, родственники и так далее, поэтому они гогочут. Вы знаете, вот просто ржали они не по-детски, я бы так сказала. И Уралка, и Сафарка, они не понимают, что со стороны вот этот вот их дебильный смех выглядел, ну, настолько странно и нелепо в этой, во всей ситуации. То есть, это, знаете, самое настоящее просто безумие какое-то, действительно, потому что, ну, не так себя люди ведут, абсолютно не так. Ну что ж, друзья мои, а мы с вами начнем, так скажем, по порядку обозревать вот этот вот ролик. Готовят они поминальный обед, говорят завтра, завтра как раз-таки будет 40 дней, и по такому поводу они собрались заказывать столовую, так, по крайней мере, сказала Уралочка. Я здесь тоже, если честно, юмора не поняла, потому что обычно заказывают столовую там или кафе, заказывают, да, или столик, или еще что-то, заказывают, конечно же, естественно, заранее. Не за один день заказывается, да, и обсуждается меню и так далее, и тому подобное. А здесь вот они как-то так сказали, ну, мы, говорит, закажем еще и столовую. То есть, как вы собрались, если завтра у вас, получается, предстоят 40 дней матери, то вы сейчас только собираетесь заказывать, тоже как-то странно. Не знаю, может быть, Уралочка как-то так сказала, что ничего не понятно. Ну, да ладно. Ну, а вообще, что она делает? Она готовит, она собирается, значит, печет пиццу, печет блины, а также готовит там мясо. Сказала, что, мол, так и так. Придут гости, да, друзья мои. И, в общем, мы теперь всегда прекрасно понимаем, что если она не готовит на целую роту людей, соответственно, конечно, придут гости и обязательно все съедят. Она говорит, не, ну как, ну вот придут к нам гости поминать. Надо будет, говорит, всех угостить, надо будет всем еще и с собой дать. Знаете, вот честно, свежо предание довериться с трудом. Вериться с трудом, что вот к Уралочке приходят какие-то гости, потому что, насколько я помню, она вообще, в принципе, особо-то и с подругами ни с какими не общалась, да, перессорилась практически там со всеми. И, что касается, может быть, боится, что сафари как кто-нибудь ведет, может быть, еще что-то понятия не имеет. Да мне, в принципе, если честно, это даже неинтересно. А с родной сестрой не общается, вот представляете? Понятно, что в жизни бывают разные ситуации, да, но это тоже говорит о чем-то, когда люди не общаются с самыми, так я бы сказала, близкими родственниками. В общем, не знаю, что там и кто к ним собирается прийти. Вот последнее время, насколько я понимаю, они общались только исключительно с этой парой, которая была у них, когда вот как раз-таки зиговали в новогоднюю ночь. Видимо, общается она только с родственниками сафарки и с его, так скажем, земляками вот этими со всеми, да, ну а также, понятное дело, с их женами. Да, в общем, как-то так. Так вот, друзья мои, вы знаете, рассказывает она о том, что очень много придет людей, надо всех, конечно же, накормить. Ну да, ну да, мы уже про племянницу слышали, которая съедает нам практически все за Уралочку и за сафарика, им ничего не достается. Ну и, кстати, Уралочка вот печет блины, то есть там замесила тесто, значит, и начинает нам рассказывать, как надо правильно нагревать сковородку, как надо наливать масло и выпекать блины. И, честно, мне смешно, я не знаю, для кого это она рассказывает. Неужели она думает, что есть люди, которые не в состоянии печь блины, которые не умеют этого делать? Мне кажется, здесь, в принципе, все элементарно. И тут же, друзья мои, вроде у них, вот я говорю, предстоят завтра, да, поминки, поминки по маме. Как ни крути, маме будет 40 дней, ее матери будет 40 дней, а они гогочут просто как две лошади. Видимо, друзья, знаете, для них это абсолютно в порядке вещей. Для них гоготать на поминках – это нормально. Вот смотришь на них, и вроде понимаешь, что они взрослые люди, и делают все это дело они, но становится за них стыдно. Стыдно за то, что у людей, к сожалению, нет абсолютно ничего святого. Это, кстати, между прочим, очень страшно. Смех, вот этот г-г-г, и, кстати, уралочка успевает не только гоготать, но еще и успевает простебать людей, сказать какие-то очередные гадости. В общем, все как обычно. Уралочка не была бы уралочкой, если бы она гадости про людей не говорила. Вот даже в такой день, да, и то это показатель, в такой день она не в состоянии сдержать себя и, так скажем, продемонстрировать себя в лучшем виде. Далее. Сафарик сделал практически комплимент уралочке, обозвал ее косой, да, представляете? Я все понимаю за кадром, да, ведите себя как угодно. Зачем все это дело демонстрировать на ютубе? Причем он так зло, знаете, как-то сказал. Могу себе представить, как она ему, если честно, уже надоела порядком. Говорит, косая, куда ты смотришь? Ну, я так понимаю, так говорят только, конечно же, исключительно от великой любви. Нам с вами этого не понять, и мы, конечно же, что? Конечно же, им завидуем, да. Ну, а люди ей, вообще-то, адекватные в комментариях пишут. Если вы готовите поминальный обед, то делайте это с молитвой, как делают это нормальные люди. Они ржут на камеру. Оно и понятно, да. Ну, как говорится, а им все равно абсолютно. Доча, вот эта, кстати, Уралочка, ни слезинки не проронила, ни единой. На пару со своим суженным ржут, как две лошади. Ну, а хомяки Уралочки, те вовсю стараются, написывают. Мама воспитала такую достойную, отличную дочку. Ну, это они про Уралочку. Такую, мол, заботливую. Ребят, вот честно, даже смешно такое читать. Чем вы восторгаетесь? Тем, что она умеет печь блины. Какую достойную дочку? Ту дочку, которая не в состоянии была мать проводить в последний путь? Честно, абсолютно непонятно вот эта вот ситуация. Никому такого не пожелаешь. Забыл про свою маму. Кричали людям также, да. Кто-то ей пишет, а я, мол, никогда в жизни не встречала более светлого и более чистого человека, нежели вы, Оля. Вот представляете, это тот человек, который забыл про смерть своей матери, да, даже не знал, что она умерла, который кричал людям, сдохните. Потом она сказала, и что я это хейтерам кричала? А хейтеры, это что, не люди? Как вообще можно кому-то желать сдохнуть? Мне просто интересно. Да уж, да уж, ребят, это самый светлый человечек. Оля Уралочка. Ну, и Уралочку попросили показать хотя бы руки или ноги гостей, потому что ей, опять же, никто, конечно же, не верит, что к ним кто-то приходит и все постоянно за них снимает. Вернее, съедает, да, что приходят вот эти вот гости. На что Уралочка наша оказалась кремень и сказала, фиг вам, фиг вам, ничего не покажу. Но, в принципе, оно и понятно, что же ей показывать, какие гости. Никто к ним, конечно же, не ходит, не ходил, и никого они просто так кормить не будут, вот если только его родню и его каких-то там близких родственников, которые живут в этом же городе. Далее, друзья мои, очередные перлы от Уралочки. Сейчас сыр натиру, натиру. Говорит, завтра все к нам придут. В общем, с Афаркой в конце решил тоже обосрать Уралочкину готовку и сказал, да, в эту пиццу ты, мол, набросала все подряд. Надо и не надо все подряд. Ребят, вот такой у меня получился обзор на канал Ольга Уралочка Лайф. Пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера. Берегите себя, своих родных и близких. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok